В Днепропетровской области участников АТО использовали в земельных махинациях. Один из фермеров хотел за их счет разбогатеть на 100 гектаров. Как удалось раскрыть преступную схему и какие цифры фигурируют в деле, расскажет Елена Миндалюк. Местный фермер пришел к чиновнику облгосадминистрации с просьбой помочь оформить документы на более чем 100 гектаров земли. Для лучшего понимания принес 5750 долларов, как аванс, поскольку дело было не совсем законное. Сумма была оговорена в районе 10 тысяч долларов, была передана первая часть денежных средств и сразу же был выкрыт преступник, который хотел таким образом получить землю, потом перепродать. Схема действительно была хорошо продумана. Полиция рассказала о ее детали. Предприниматель пытался получить землю от имени участников АТО, которые, как известно, имеют приоритетное право на наделы. То есть он искал военнослужащих, которым должны были выделить земельные участки. Обещал, что поможет их поскорее выбить, но с условием, что бойцы потом продадут эту землю ему же. За 2 гектара предлагал смешную цену всего 500 долларов. Таким образом ему удалось обмануть почти 40 ветеранов АТО. Первоначально он брал от них необходимые копии документов, заверенные, передавал гражданам деньги в сумме 100 долларов. И следующие 400 должен был отдавать уже после заключения доллара о купле и продаже, а продажа имя этой земельной участка. Деньги предлагались а. за подготовку, б. за ускорение и г. за договоренности по вынесению наказа на изготовление проекта землеотвода. За получить желанные 100 гектаров 62-летнему махинатору не удалось. Сейчас он под домашним арестом. Ему грозит до 5 лет за решеткой. Но в полиции допускают, что действовал мужчина не в одиночку. Поэтому теперь следователи ищут других участников преступной схемы. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.